доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее утро из иерусалима с котеля стена плача самое самое святое место в иерусалиме может мире даже ворота в небо вот и мы продолжаем изучать тору раньше вот там за этой стены на этой горе стоял храм иерусалимский храм 1 храм это построил царь соломон построил уже с расстройства вернуться из лавилона и построили второй храм аншекнестах было люди большого собрания и в 70-м году нашей эры он был разрушен второй храм и с тех пор с тех пор вот мы ждем что мы сейчас вернулись сейчас мы ждем третий храм дай бог чтобы мы с вами увидели третий храм который спустится с неба есть такие предположения и в наше время принтера 3d наше время голограмм и чудес это уже перестало быть таким удивительным да да здравствуйте дорогие друзья всем шалом и так мы продолжаем изучать тору шавуаток всем шавуаток хорошей недели и хорошего месяца сейчас начался месяц nissan значит сегодня 2 nissana и это месяц называется месяц делу и месяц освобождения дела это освобождение интересно что галут изгнание и геула освобождение это практически те же буквы одна буква только отличается и вот когда мы находимся в в галуте да галут это изгнание человек может находиться в изгнании в разном он может находиться физическом изгнании например он может находиться в изгнании сейчас около 4 миллионов беженцев из украины покинули покинули пределы страны просто страшно люди которые всю жизнь прожили на одном месте в квартирах своих со своими детьми и вдруг они оказались сейчас в совершенно это ужасно и может быть физически галуте знания может быть духовный галут да когда человек находится в стрессе когда человек находится в таком вот состоянии рабства до состояние рабства причем рабство это знаете как рабство это что такое рабство рабство это когда у тебя нет своей воли ты можешь принимать решение это называется рабство когда за тебя решают когда тебе говорят что ты можешь делать что-то не может делать что-то будешь делать что-то не будешь делать у тебя нет своей воли это раб и вот в этом галуте изгнание рабство находится еще больше людей чем 4 миллиона многие люди значит находятся в таком вот галут рабство и сейчас месяц нисан а некоторые находятся в личном голове в личном рабстве например человек который не может бросить курить человек который не может бросить пить алкоголь все который не может начать заниматься спортом да он знает он понимает что это нужно но он пытается и не может да это называется внутреннее рабство в рабство привычек рабство в когда у человека лежит как три мозга То есть он одним мозгом, неокортекс, это человеческий мозг, он принимает решения, он хочет, а его тело, его животное внутреннее, оно его побеждает. Большинство людей ленивых, их победила их внутреннее животное, внутренняя корова, такая ленивая корова. Это тоже рабство, то есть человек находится в рабстве у своей коровы. Есть интеллектуальное рабство, когда он находится в рабстве у своих, даже не своих, а каких-то систем, он такой, знаете, там есть верующие атеисты, да, такие прямо атеисты, атеисты, прям они верующие, вот такие верят они, что произошли они от инфузории туфельки, вот у них прям вообще, ты кто, я развитая инфузория. Вот им нравится в это верить идею, и они такие прям фанатики своей веры. Это тоже рабство, причем они верят в теорию, да, то есть когда они говорят, что мы реалисты, нет, они верят в теорию, не доказана абсолютно теория Дарвина, которая, так она и называется, теория эволюции, там, типа идея, ну, а может и так, даже он не претендует, что это так, он просто теория, а они вот атеисты, верующие, такие фанатики, очень удивительные люди, они находятся в рабстве у теории Дарвина. Теперь, значит, вот этот месяц Ниссан, в котором мы находимся, это месяц выхода, это месяц выхода из рабства, то есть это месяц, он, кстати, совпадает всегда с весной, это месяц, про него в Торе написано, и будет этот месяц для вас началом месяца, рожа хадашин, то есть это начало, это первый месяц, сегодня второе число первого месяца года, ну, как в еврейском, в еврейском вообще подходе к жизни, есть несколько новых годов, например, да, то есть все очень, очень все необычно, да, почему необычно, потому что, как мир этот непостижимый и необычный, и многогранный, также Тора, которая является основой этого мира, она же является, она является Тора безграничной, многогранной, и, ну, все-таки, представляете, мироздание, да, то есть творец-создатель мироздания, он действительно создал очень сложную систему, сложную конструкцию, так, Тора, которая является чертежом и основой этой конструкции, она тоже многогранна, как этот мир, поэтому очевидно, что есть два новых года, например, которые, вот сейчас первая Ниссана, это первый месяц и первое, начало года, да, а Роша Шана, почему это же седьмой месяц, и почему Роша Шана называется глава, голова года, да, начало года, так, вы знаете, это интересно, в Талмуде есть спор, и Раби Лезер, и Раби Ушуа спорят, когда был сотворен мир, в Ниссане один, говорит, был сотворен, это же первый месяц, это первый месяц Ниссана, считаем мы с Ниссана, второй говорит, нет, Роша Шана, в Роша Шана был сотворен мир, так, я вам сейчас покажу, вот, насколько оба правы, да, насколько это и это, слова Бога живого, смотрите, когда человек, когда человек задумал открыть свою компанию, вот он сидел сегодня, например, и такой, или даже не компания, давайте возьмем проще, человек задумал начать ежедневно заниматься спортом, или человек задумал ежедневно начать три раза молиться, и он, значит, задумал это, и он принял решение, и он сказал, я буду это делать, ну, начну с понедельника, теперь задумал он это воскресенье, а начал делать с понедельника, когда он, когда он будет праздновать, когда он будет праздновать начало того, что он начал что-то делать, он может праздновать, когда он задумал, а может праздновать, когда начал делать, Вот это вот был спор, это был не спор, это был ответ в их споре, потому что, я не помню, по-моему, в Роша Шанай, это как голова, это идея, мир был задуман, да, то есть была создана идея, был создан проект, Всевышний как бы увидел это все, если говорить человеческим языком, то есть был задуман проект мироздания. А первого Ниссана начался процесс, начался процесс. Это совпадает, знаете, с чем? Что первого Ниссана начали служить, началась служба первого Ниссана в Мишкане, Мишкан, это передвижной травм в пустыне, он был поднят первого Ниссана. Получается, что физический мир был создан первого Ниссана, а задуман был мир в духовном плане, он был создан в Роша Шана. И точно так же в жизни каждого из нас. Сейчас начался месяц Ниссан, мы можем задумать себе любое освобождение, мы можем задумать его и поверить в него, и личное освобождение, освобождение духовное, освобождение из рабства. Любой человек может сегодня подумать, например, если есть какая-то страна, вот сейчас очень многие думают уезжать из России, например, или не уезжать. Многие евреи думают, слушают и думают, вот уезжать или не уезжать. И многие уехали, многие сказали, мы уедем, мы хотим жить свободными людьми, мы хотим решать, что нам смотреть, что не смотреть. Мы хотим иметь право голоса, в конце концов, сказать то, что мы хотим сказать. А многие думают, нет, останемся в рабстве, ничего страшного, в Советском Союзе жили в рабстве, значит, еще поживем в рабстве, да, в таком ментальном. Хорошо, значит, все, давайте мы сейчас перейдем к изучению Тора именно. И первым делом, что сейчас мы все до конца войны, мы молимся все за мир, чтобы наша духовная сила, которую мы вырабатываем из этого урока, чтобы вся духовная сила, которую мы сейчас создаем, изучая слова Торы, а интересно, что все слова Торы, которые мы изучаем, именно письменная Тора, да, письменная Тора, это все слова, слова имена Всевышнего. То есть вся Тора, письменная Тора, которую мы изучаем, это все имена Всевышнего. И произнося каждое слово Торы, мы создаем в этом мире огромный-огромный свет. Огромный свет мы создаем, и чтобы весь этот свет, он рассеял тьму, рассеял зло. Потому что зло само по себе, как и тьма, их не существует. Есть отсутствие света и отсутствие добра. Там, где нет добра, там расцветает зло. Там, где нет света, там наступает тьма. Понятно? Сегодня мы изучаем глава, которая называется Митцора. Митцора – это проказа, на русле переводят проказа. И в самом названии, в самом слове Митцора скрыта сущность этой проказы. Сущность этой проказы скрыта в… это как первые буквы Моцы Шем Ра. Митцора – Моцы, это как вытаскивающий Шем Ра, это плохое имя. Когда один человек говорит на другого кривиту, когда один человек на другого говорит злые, оскорбляющие, обижающие его слова, когда один человек говорит злой язык у него, то, что называется Лошонара, то, когда существовал здесь первый храм, тот, кто говорил вот эти вот Лошонара, он покрывался язвами. Мы всю предыдущую главу Тазрия изучали эти законы. То есть сразу же вначале появлялись язвы на доме, это третий покров человека. Дом – это третий покров человека. Потом на одежде. Одежда – это второй покров человека. И кожа – это первый покров человека. Кожа – это граница между человеком и окружающим миром. И вот, значит, у Митцора появлялись эти язвы на его потом теле уже. Его отсылали. Кое-то его осматривал, говорит, он прокаженный. Значит, раз он прокаженный, значит, ему с людьми нельзя находиться рядом. Если он людей не любит, если он людей оскорбляет, если он людей ненавидит, так он не должен быть рядом с людьми. Для него лечением является пусть посидит сам. И когда он посидит сам, то тогда, возможно, он поймет, что он без людей не может жить. И он не может жить без хороших отношений с людьми. И в этот... То есть это точно так же сейчас, например, война. А мы без всех справимся. Никто не справится без всех. Мы живем в мире. Мир – это интегрировано. Насколько прекрасно, когда страны объединяются, когда в Европе можно ездить спокойно, не боится Франция, Германия. Они воевали много раз. Но сейчас они ездят без виз, никто никого не боится. Во Франции продают немецкие машины, в Германии продают французские машины. Единое пространство экономическое. Никто никого не боится. Почему-то они боятся друг друга, что вот так они сейчас друг друга захватят. Это же прекрасно, когда люди не боятся друг друга, когда они объединяются, когда они доверяют друг другу. Это прекрасно. И вот, когда у человека появлялась проказа, его отсылали, говорят, поживи в лесу один, посмотри, сможешь ты без людей жить или не сможешь. Ты думаешь, что люди тебе не нужны, вот тебе, пожалуйста. В общем, если он раскаивался, если он раскаивался, этот проказанный, и у него проходила эта проказа пятна, вот как раз сейчас мы читаем, что дальше делать. И сказал Бог Моше, говоря, «Зот тие торат амицора». Вот будет у тебя тора амицоры. Тора – это учение. Вообще слово «тора» переводится «учение». Значит, «зот тие торат амицора». Интересно, что слово «тора» – это «ора» – это учение, а «ор» – это свет. То есть учение света, откуда взялось? Из названия «тора». Учение света. Значит, «зот тие торат амицора бьем тара то вау ва эля тоэ». Значит, тот день, когда он выздоровел, он жил от себя в лицу, и он говорит, зачем я это все делал, зачем я этих людей оскорблял, обзывал, зачем я с ними ругался, зачем вообще все это было. Ну, смысл. Они себе сидят в городе, и то, что я их ненавидел, ничего им не стало от этого, да, то есть я их просто оскорблял. Что им стало? Они в городе, а я? А я здесь сижу в лесу, весь в язвах. И человек говорит, наверное, я где-то ошибся. Наверное, я где-то ошибся. Все, значит, не буду больше ни про кого говорить гадости. Все, он раскаялся, сидит там на траве где-то под деревом, плачет, вот, зачем я говорил гадости. И, значит, Всевышний услышал его молитву, его слезы. Всевышний читает сердца, видит, что он раскаялся. Оп, у него прошли пятна. Значит, он... А коины периодически ходили и осматривали вот этих прокаженных, которые были в изоляции. И он, значит, вышел коин, священник, за пределы стана, да, где жили люди. И посмотрел коин, осмотрел его, и видит, что он выздоровел. Ушла проказа от этого прокаженного. И приказал коин, и возьмет он для вот этого очищающегося. Уже он называется словом, то он назывался прокаженный, а сейчас он называется очищающийся. То есть наступил процесс очищения. Сам момент, что он раскаялся, он включил новую реальность. У него изнутри пошло очищение. Но у него еще остались внешние следы вот этой вот проказы, шрамы там и так далее. И нужно теперь начать процесс очищения. И берут двух птиц живых, значит, голубей. Берут, значит, дерево, кедр, кусочек кедра. И берут, значит, двух толат, это червячков каких-то. Вейзов, это такая трава, специальная трава. И, значит, делают разные жертвоприношения. Одну птицу убивают, он идет дальше, окунается в микву, всю одежду его тоже стирают. Он взбревает весь волосяной покров и наступает очищение. Наступает его очищение духовное. Рефуата нефеш, духовное очищение. А потом и физическое его очищение тоже наступает. И тут вот интересно, что какое ему лечение еще было дополнительное. Значит, смотрите, как идет. Вначале у человека внутри, в сердце, возникает ненависть другим людям. Он думает, ну, откуда она может возникнуть? Обычно причина вот этой вот ненависти к другим людям, это причина, это гава, гордость. Он считает, что он лучше других людей, и он лучше разбирается во всем, и у него начинается гава, да, гордость. Теперь, когда у него эта гордость, его начинает изнутри подъедать, дальше он смотрит на других людей, и он начинает их в... мы же все время находимся в ситуации такой вот бесконечной интерпретации поступков, действий, взглядов других людей. И вот этот человек, у которого гава, гордость не переключенная, он начинает интерпретировать их поступки негативно. Этот плохо отсказал, этот плохо одет, этот некрасиво, этот аж не так, этот не то, это не сон. И он начинает про них плохо думать. Дальше у него внутри он их начинает ненавидеть, и это его ненависть окрашивает его внутренний мир в такой серо-черный свет с такой гнильцой и зеленоватым таким вот, знаете, как сопли идут. Вот так примерно видит мир человек, который ненавидит мир и людей. У него все внутри в таких вот зеленоватых соплях. Теперь, значит, после этого он начинает говорить вслух на них всякие гадости, и потом эти гадости, которые он говорит, они доходят до них, до людей. В общем, в то время он заболевал цара от проказа, и в наше время эти люди, они на него сильно обижаются, начинают ему мстить, значит, потому что люди это в основном тоже большинство же ходят на уроки, тоже не знают, насколько это вредно, злоязычие, сплетни, ненависть. Большинство людей, к сожалению, этого не знают. И, значит, тот, кто говорит злоязычие на других людей, он попадает в неприятности, конкретно в серьезные неприятности в жизни. Теперь, когда, что является исцелением? Он внутри раскаялся, он убрал свою гордость, он говорит, говорит, что я вообще, да? Как Авраам Авину, про отец Авраам, великий Авраам, он говорил, что я, говорит, прах и пепел. Я, когда взять мое вот это тело, выжать из него воду и высушить, останется горстка пепла. Вот, вот я, вот что мне, чем мне гордиться? Вот это вот горстка пепла и там 50 литров воды, вертикально ходящая лужа. Он говорит, что я? Я, говорит, прах и пепел. Он говорит, все Всевышний, то, что он мне дал возможность разговаривать, то, что он мне дал возможность мыслить, это все Всевышний. Для чего он это мне дал? Для добра он это мне дал, чтобы я делал добро людям. Он же мне не дал это для зла, он мне дал, чтобы я конкретно делал добро людям и восхищался тем миром, который дал мне Всевышний. Восхищался, благодарил, радовался, делал добрые дела, выполнял заповеди. Вот, вот это я. Как только человек это осознал, у него внутри наступает то, что называют на Востоке просветление, сатаре, он понимает, что его нету, есть только Бог, и дальше он начинает делать добрые дела. И он начинает делать добрые дела, у него сходит проказа, но так как он говорил плохие вещи своим ртом, то тогда ему исправлением является произнесение слов Торы. И тогда, если человек хочет очистить свой речевой аппарат, он должен вслух изучать Тору, он должен вслух читать псалмы, он должен произносить слова Торы, вот эти святые слова, которые есть, псалмы, уроки Торы, читать хумаж, пятикнижие, читать книги пророков, и тогда его речевой аппарат исправляется, и он, значит, становится добрый, святой, радостный, и все у него в жизни будет великолепно. Потому что, когда человек выходит из внутреннего рабства, ему реально хорошо даже внутри своей кожи, он может себе создать такой рай, когда ему нравится окружающий мир, когда он вдыхает и чувствует воздух, когда он чувствует вот этот... Ну, то есть можно получить такое наслаждение просто от того, что ты есть, и от того, что ты жив, и от того, что ты имеешь возможность общаться со Всевышним, от того, что Бог тебе дал сейчас. Кроме сейчас-то ничего нету, и мы всегда находимся в один момент. Сейчас, а все остальное это или воспоминания, или фантазии. И вот, когда человек это осознает и подключается к Всевышнему, то у него наступает рай на земле. И, значит, я вам желаю, чтобы наступил рай на земле. Вначале рай у вас внутри. Это очень важно. Который принесет вам усиление от всех болезней, принесет радость и счастье лично вам. Потом, когда у вас наступит вот этот момент внутреннего рая, вы сможете его передать людям вокруг вас. И как только вот таких вот, там сейчас у нас 192 человека, вдруг у вас у всех наступит просветление, и у меня тоже. И у нас прям, мы такой свет включим в этом мире, что война максимально вот сразу же закончится. С Божьей помощью, чтобы прямо наступил вот этот божественный свет. И поймут все вот эти вот люди, которые сейчас нажимают на кнопочки и говорят, будем воевать. Они поймут бессмысленность, полную бессмысленность того, что они делают. Бессмысленность, жестокость. Они поймут, насколько это глупо. Никакого добра они в мир не принесут. Никаких целей они не добьются. Никакими войнами никто еще не достигал ни одной хорошей цели. Все, кто начинали войны, они все погибали страшной смертью. А когда они на небо приходят, то там они, конечно, страдают так, что просто они даже представить себе не могут. Все страдания тех людей, которые пострадали от их действий, к ним туда приходят, и они все это на себя принимают. Поэтому, если бы они знали и слышали, то они бы моментально остановили бы войну и сказали бы людям, живите мирно, радуйтесь во всем. Понимаете, езжи, езжи. Европа живет свободно, спокойно, свободно. Люди защищенные. Швейцария, 250 лет без войн. 250 лет без войн, значит, можно жить без войн. Можно. Все. Всем удачи, успехов и внутреннего мира, и мира внешнего. Хорошего дня. Все, я чуть-чуть тогда выключу сейчас звук, чтобы вы могли помолиться тоже возле стены плача. Поблагодарите Всевышнего за все, что есть. Почувствуйте вот то, что Он вам дает вот этот момент соединения со Всевышним. И потом попросите то, чего вам не хватает. Мира, здоровья, благополучия. И главное, просите близости ко Всевышнему. Как царь Давид, он просил... Ахат Шалкин, это... Одну вещь он говорит, я просил у Бога. Шивки Бэбэйс Ашэм, сидеть в доме Бога, лёрах и мим, все дни своей жизни. Вот это вот то, что надо в первую очередь просить. Соединение с Богом. Если вы с Богом, то тогда у вас рай на земле. Все, значит, я замолкаю. Можно сейчас помолиться. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Хорошо, дорогие друзья. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Счастливо.